Наполеон, Бонапарт и Адольф Гитлер – два выдающихся государственных деятеля своего времени. Каждый из них намеревался объединить Европу в единое государство и шел к своей цели путем кровавых завоеваний. Оба полководца потерпели поражение в России и потеряли все, что имели. Однако почему спустя века Наполеон остался в памяти как военный и политический гений, а Гитлер – как беспощадный людоед? Лидер – это торговец надежды – Наполеон Бонапарт. Наполеон происходил из небогатой кроссиканской аристократической семьи, обладал хрупким телосложением, небольшим ростом и слабым здоровьем. Физические недостатки и низкое происхождение среди французских дворян Бонапарт компенсировал сильным и решительным характером. Согласно современникам, ни в кадетской школе, ни в парижском военном училище у Бонапарта не было друзей. Кроссикан изрался со сверстниками, которые его дразнили, вступал в словесный конфликт с преподавателями и часто оказывался битым. Не ломаясь от пережитых невзгод, Наполеон, несомненно, завоевывал уважение у своих врагов, постепенно становившись неформальным лидером тех, кто еще недавно его презирал. Наполеон показал удивительный пример быстрого карьерного роста. Окончив военное училище в 17 лет, в чине младшего лейтенанта артиллерии, 24 года дослужился для бригадного генерала, а в 35 стал императором Франции. Бонапарт цыкал ключевую роль в победе французской революции и заложил основы современного французского государства. Огрожал блестящие победы в итальянской, австрийской, египетской, прусской и польской военных компаниях. Неудачи Наполеона постиг лишь в броском соперничестве с Великобританией и в восточном походе в Россию, которые и стали причинами его будущего падения. Если говорить неправду достаточно долго, достаточно громко и достаточно часто, люди начнут верить. Адольф Гитлер. Адольф Гитлер родился в обеспеченной семье австрийского чиновника, однако всю жизнь и снялся своих родителей. Дело в том, что они были кровными родственниками. Как и Наполеон, Адольф не отличался физической силой и здоровьем, но завоевывал уважение окружающих качествами своего характера. Преподаватели будущего диктатора отмечали, что в юности он был очень умен, но не умел владеть собой, отличался упрямством и вспыльчивостью. Гитлер скрывался от военной службы в австрийской армии и зарабатывал на жизни свои картины. Тем не менее, когда началась Первая мировая война, молодой художник с радостью вступил в Баварскую армию, принял участие во многих сражениях и получил несколько ранений. После войны Гитлер занялся политической деятельностью, стал основоположником национал-социализма, в 32 года возглавил НСДАП, а в 44 года всю Германию. Спровоцировал Вторую мировую войну и завоевал почти всю Европу, кроме Великобритании и Советского Союза. Последние, как в случае с Наполеоном, и стали причиной его падения. Примечательно, что Гитлер стал единственным политиком в истории, который выполнил все предвыборные обещания. В частности, он вывел Германию из экономического кризиса, поднял промышленность, усилил армию, победил безработицу, размыл классовые различия в обществе и искоренил коррупцию. Почему же оценки Гитлера и Наполеона в истории так сильно отличаются? Оба деятеля возвысились в период сложной политической и экономической ситуации в своей стране. Оба олицетворяли с собой новые общественные отношения и порядки. Оба обещали своему народу прекрасный и справедливый мир. Отвечая же в том, что французский император рассматривал все народы как равных между собой людей. Умел сплачивать воедино представителей разных политических взглядов, национальностей и сословий. Идеальный мир Наполеона выглядел как единое общеевропейское государство, без границ, огромных армий и с едиными для всех законами. Управляться это конфедеративное государство должно было советом европейских монархов. Конечно, Франция этого делась особое место, а Париж должен был стать столицей мира. Гитлер, напротив, считал все негерманские народы неполноценными и имел четкую позицию на уничтожение отдельных этносов. Политика геноцида и расового превосходства никогда не была в почете у развитого общества. Также существенные отличия кроются и в целях войны с Россией. Наполеон намеревался принудить Александра I к военному союзу, торгуя в блокаде Англии и совместному походу в Индию. Свержение русского императора с престола и присоединение его земель к своей державе не входило в планы красиканца. Гитлер же стремился уничтожить Советский Союз, истребить советский народ и вычерпать все ресурсы с поверженной державой. Конец своей карьеры они тоже встретили по-разному. Наполеон, проиграв войну, добровольно ушел в отставку. Второй потянул вместе с собой в пучину всю Германию. Поэтому судьба данных деятелей настолько различна.